Знаете, диалог возможен тогда, когда есть что предложить и каким языком ты говоришь. Нам есть что предложить на сегодняшний день? Дискурсом, каким ты дискурсом говоришь. А для того, чтобы что сказать и как сказать, как артикулировать, надо понимать, что реконструировать то, что говорит новый президент. То, что он говорит, Америка превыше всего, это не самая хорошая новость. Потому что это означает, что Америка не будет глобально вовлекаться в все проблемы. Ей будет это все пофиг. Главное, Америка. И это не самый хороший сигнал, потому что у нас тут рядом соседи есть, которые тоже, так сказать, на Украину смотрят по-своему. Значит, меньше Америки в мире, больше Америки в Америке, это не самый хороший сигнал для Украины. Второе. Вот мы говорим много тут. Перемены будут и так далее. А в чем тут перемены? Смотрите, это первый президент за последние 50-60 лет, который не говорит о лидерстве в мире, что Америка лидер свободного мира. Посмотрите его выступление. Он говорит, мы не будем навязывать ценности свои. А как всегда, Америка навязывала свои ценности свободной торговли, свободного мира, либеральной экономики, демократизации и так далее. Нет, мы этим заниматься не будем. А что для нас? Для нас важна Америка. Он не глобалист, а националист. Это очень важный момент. Почему? Потому что мы были интересны, вот, предыдущей администрации Обамы, с точки зрения Майдана, демократической революции, демократических преобразований, как и всей Америки за 25 лет с точки зрения европейского демократического транзита. Для Трампа это ничего не важно. Не важно для него это. Он будет нас рассматривать в контексте России. Если у него хорошие будут отношения с Россией, значит, придется что-то как-то делать, меняться как-то, и слова искать другие, наверное. И политики слова очень важны, значит. Не затюкивать людей, которые высказывают альтернативную точку зрения, вот как Филипчук сидит, Вася, он сказал, а его взяли и затюкали. Не за то, чтобы услышать и поспорить с ним, а не просто игнорировать. Вадим, я правильно понимаю, вы нас все-таки не рассматриваете как объект в ближайшие годы? А вдруг вот у вас реформы так стартанут в стране? Я еще раз хочу одну такую вещь сказать. Понимаете? Да, крамольную, скажу, может быть. Трамп не сторонник дипломатии альянса. Он сторонник дипломатии сделок. Что такое дипломатия альянса? Это когда внешняя политика делается. Через НАТО, через Европейский Союз, через Международный Валютный Фонд, через Всемирную Торговую Организацию, через ООН. Для него это ничего не значит. НАТО, он скептически относится к этому. Европейский Союз, он рад, что британцы выйдут из Брекзита. Читайте его интервью. Он говорит, Европа, да, она же под миграционным кризисом. Что такое дипломатия сделок? Он будет постоянно сделок. С Россией будет выгодная сделка. Сделает эту сделку за нашей спиной, за наш счет. С Китаем будет хорошая сделка. Он за спиной, Россия за спиной останется, он с Китаем сделку сделает. Дальше. Для него главный враг это Китай. Россия для него важна с точки зрения инструмента сдерживания давления на Китай. Если у него получится эта сделка, значит нам надо готовиться к этому. И еще один момент. Раньше мы обеспечивали во многом свою безопасность, внешнеполитическую линию, стратегию за счет коллективной безопасности. НАТО, Европейский Союз и так далее. Вот сейчас я не знаю, сможем ли мы обеспечить или надеяться на вот эти гарантии коллективной безопасности. Имеются ли у нас внутренние источники для национальной безопасности. Или может надо как-то дипломатию перевернуть, переформатировать и искать не только новый дипломатический дискурс, но и дипломатию новый. Наверное, надо готовиться к тому, что дипломатия вот этих сделок или дипломатия угод это не на один год.